Всем привет, меня зовут Лера и сегодня я записываю новое видео, новый макияж. Я заказала новые продукты для лица и хочу вместе с вами опробовать их. Я их уже открыла, они все лежат передо мной, даже я некоторые пробовала. И сейчас просто хочется сделать такой какой-нибудь красивенький макияж. В конце я прикреплю скрин со всеми ценами, со всеми названиями продуктов. Заказывала я в Золотом Яблоке. Первое, что мы делаем, это выравниваем тон кожи. Я вот, наверное, немножко так еще болтовню устрою, потому что мне в голову пришла очень классная идея, которую я не знаю пока что, как реально вообще реализовать. Такая ситуация неоднозначная. Что-то прям такое ответственное и большое начинать страшно, потому что все может измениться в любой момент. И не хочется потерять много-много всего. Может быть, в будущем я все-таки смогу это осуществить, это будет супер просто. Так, я растушевала тон. Тон у меня от Evelyn Selfie Time. Сейчас я буду пробовать консилер. Консилер тоже от Evelyn Cosmetics. У меня никогда не было такого жидкого консилера. Сделаем такой лифтинг эффект. Я не помню, как здесь надо наносить, но нанесу так и растушую спонж. Я даже могу растушевать вот этим вот миленьким маленьким малышом. Этот малыш весь консилер забирает и не отдает, поэтому я лучше большим растушую. Но такой лифтинг эффект имеется. Иногда советуют наносить консилер так. Вот, допустим, на какие-то вот такие места нанести консилер и подождать, когда он немножко подсохнет, схватится и только потом растушевывается. Могу сказать, что он вблизи смотрится прям очень красиво такой. Хороший консилер. Ну, я не знаю, вот на камере лучше видно, что он что-то сделал в жизни не так сильно. Может быть, это и к лучшему. Давайте я еще нанесу вот сюда. Не обращайте внимания на мой палец, потому что я немножко, ну, как бы, немножко сняла кожу от нервов. Я думаю, в принципе, это хороший консилер, такой недорогой. Сколько здесь миллилитров? 7 миллилитров. А, это корректор для лица. Точечный корректор для лица. Ну, это, кстати, интересно то, что на упаковке написано на английском «concealer», но на русском, на русской этикетке написано, что это корректор, но это же разные. Не использовать вокруг глаз. Наверное, знаете это почему? Потому что это подсушивает, и, наверное, поэтому нежелательно наносить вокруг глаз, но я уже нанесла, ладно, уж че. Ну, вот опять же, непонятно, пишется, что консилер, там корректор, как понять? Хотя на сайте «Золотого яблока» тоже написано корректор для лица. Я не знаю, я искала консилер, это вышло как консилер, все, все, соответственно, уходит. На глаза хочу нанести жидкие тени, но немножко, и потом посмотреть, как на эти тени будет ложиться подводка. Вот мне очень интересно вообще, на самом деле. Мне очень нравятся вот эти тени от «Люкс Лизаж». Я бы хотела попробовать еще и другие оттенки, потому что так просто пользоваться этими тенями, просто жесть. Тем более у них оттенки такие неяркие и очень натуральные, то есть особо с ними что-то намудрить нельзя, то есть как-то прям какую-то жесть нарисовать и как-то пятна поставить, но это все равно выглядит как-то естественно. Вот, как будто у меня просто естественные тени. Удивительно, но сегодня я не взяла бронзер, понимаете? Может быть я все-таки нанесу бронзер, не знаю. Потому что без бронзера я не могу, а мне так нравится. Сам даже процесс нанесения, знаете, он такой прям приятный. Плюс у меня этот бронзер ассоциируется с летом. И потом я тогда приехала загорелая, что вообще со мной не случалось там последние лет 10, не знаю. И тогда этот бронзер прям так красиво на мне смотрелся вообще. Я хочу нижнее веко сделать цветным, поэтому я беру палетку Revolution. Возьму оттенок Underdog. Мне просто захотелось сделать такой акцент. Не знаю, как он будет смотреться. Ну, вроде красивый. И этот оттенок, он очень классно сочетается с цветом моих глаз. Также будьте внимательны, если вы чувствительны к каким-то ингредиентам. Потому что, например, этот оттенок, вот этот, он оттенок 14. Но это, возможно, пигмент, поэтому его нежелательно так наносить. Короче, я в этом видео делаю все неправильно. Понятно. Теперь мы сделаем опасный номер. Мы возьмем подводку Maybelline HyperEasy Brush Tip Liner. Я об этой подводке слышала уже просто миллион раз. Я все хотела ее попробовать. Кстати, извиняюсь за шум, потому что там стройка. Я не могу просто сидеть с закрытым окном. Очень душно дома. Говорят, что это просто суперская подводка. У меня была подводка, и сейчас есть, которую я показывала в прошлом видео. И там фитрил наконечник. Здесь я впервые попробовала подводку с кисточкой. Мне понравилось. Плюс я еще, конечно, отвыкла от того, что у меня подводка такая насыщенная, может быть. Потому что та подводка уже, типа, долго. Почему я не могу, допустим? Я, может, хотела подлиннее сделать. Ну ладно. Смотрите, какая линия тонкая. Блин, вообще супер. Я нарисую стрелку вне кадра, но ей можно нарисовать такие маленькие линии. Прям тонкие. Это прям, ого. Супер. Сейчас попробую. Она просто суперски рисует. Я вообще отвыкла от такого, чтобы я брала подводку, и вот буквально одним движением что-то у меня получилось более-менее. Она, может, из того, что прям новенькая, но она супер. Так интересно, что она имеет кисть, а не фетровый наконечник. Блин, теперь я понимаю разницу. Потому что фетровый наконечник, он такой, как-то толстый им рисуете, а здесь прям супер. Надо теперь нарисовать такую же вторую стрелку. Даже не спрашивайте. Как обычно, одна стрелка получается великолепная, а повторить это просто что-то с чем-то, просто миссия невыполнимая. Теперь у меня глаза вообще какие-то раскосы. Это очень странно выглядит. Ну, вблизи, вблизи, если смотреть, как бы, ну, адекватная стрелка. Только что-то я сейчас просто стирала немножечко. Сейчас, подождите секундочку. Я сейчас только все испорчу, поэтому не буду суп подправлять. Короче, суть в том, что она прям так легко рисует, что мне просто вообще непривычно. То есть я просто прикладываю маркер, а она уже рисует. Я такая, стой, подожди, я не готова. Тема интересная. Надо пробовать, надо дальше как-то это все нормально рисовать, потому что сейчас другие, то есть странно. Может, сейчас мы сделаем ресницы новой тушью, и что-то реально получится классно, не знаю. Тушь у нас Victoria Shoe, Barcelona, Natural Look, Easy Old Mascara, что бы это ни значило. Korea Mood, корейский муд, интересно. Я, наверное, все-таки бы подвела ресницы. Но я так это не люблю делать. А это я же не знаю, где мой этот керлер, поэтому будем без него. Здесь щеточка вот такая. Это не силиконовая щеточка, это вот самая допотопная такая вот тушь. Первая моя тушь была вот эта, по-моему, от Maybelline. И там тоже была щеточка, но другой формы, но вот такой как бы структуры. И мне, в принципе, нравилось. Вот, например, есть тушь Telescopic, есть тушь Capore. Я ими пользовалась. Но что-то как-то... Не знаю, все их нахваливают, но это немножко не мое. Telescopic, например, она очень жидкая. Это Vivienne Sabo, типа, ок, но мне нравятся туши, которые посуше. Вот это, например, жирная тушь. И я, когда первый раз нанесла, я такая, ого, интересно. Не знаю, что получится. Что-нибудь да получится. Но здесь очень много туши. Ну ладно, давайте попробуем. Сегодня у меня такое бюджетное зеркальце, да. Реально наносит очень много туши. Ну, как бы немножко склеивает, потому что сама щеточка такая, знаете, как будто для какого-то массивного прокрашивания, я не знаю, как это объяснить. Но я могу сказать, что это вообще ни разу не Korean mood. Не знаю, у меня вообще другое ассоциируется с Korean mood, поэтому как бы не знаю. Во-первых, я не понимаю, что происходит с моими ресницами абсолютно. Почему они такие стали вот, почему такие вот они уродские. Это во-первых. Во-вторых, к этой туши, конечно, надо приноровиться. У меня, допустим, не получается нанести сразу тушь и просто радоваться жизни. То есть мне нужно еще что-то расчесывать ресницы, как-то их... Не, ну выглядят не очень, ладно. Но я могу сказать, что они длинные, но они выглядят просто как-то... Знаете, вот какие-то непонятные в разные стороны. Я буду еще тестировать обязательно, потому что, не знаю, смешно выглядит. Ладно. Ставлю пока двоечку этой туши. Лайнеру я ставлю пятерку. Консилеру-корректору... Кстати, вот... Ой, а, кстати, такая кожа бархатистая. Ну, ставлю четверку, потому что это непонятно. Надо определиться, что ты такое. Ты корректор или ты консилер? Сейчас мы будем опробовать губы. Рисуем контур, как обычно. Надо уже подточить карандаш, конечно. И теперь мы возьмем помаду от Vivienne Sabo Color Lip Balm. Просто как будто бальзам для губ, только оттеночный. Оттенки 0,4. Я думаю, для весны сейчас это прям вообще супер формула. Брови осталось сделать. Также все еще привыкаю к этому Belour Design. Прохожусь просто немного. Не дышу. Также я еще заказала помаду красную. Вот такую от Luxe L'Age Pin Up. У меня есть два оттенка других, очень такие нюдовые. И ее я вчера наносила, и в принципе она выглядела классно. Здесь она в футляре, все-таки такая, знаете, багровая. Но вот даже на вот этом моменте можно увидеть, что она прям холодит. Видите? Она такая типа малиновая. Я немножко расстроилась, когда я увидела, потому что я хотела другой оттенок, как вот здесь вот. Но на губах она выглядит в принципе нормально. Я потом как-нибудь с ней сделаю макияж. Так, распустим волосы, как мы это делаем всегда. Потому что с распущенными волосами тут как-то выглядит все по-другому всегда. Так, расчешу брови немножечко. У меня уже был, кстати, я вспомнила, похожий макияж. Я снимала любимые каналы фотографов. Точно. И там тоже вот так вот красные глаза были, типа стрелки. Там, кстати, стрелка была неудачная, она была какая-то маленькая. Так, что мы имеем по лицу? Места, где я наносила консилер, выглядят суперски. Еще бы неплохо было, конечно, убрать тушь. Подводка по теням, кстати, рисовала суперски. Тушь под вопросом. Хотя мне нравится такой эффект, но не знаю. Что стало с моими ресницами? Вот этот вот, конечно, Le Balmette 100%. То есть, если бы вот просто хотите что-то себе купить, советую. Такой получился естественный макияж с акцентом на глаза. Хотя акцент такой тоже сомнительный. И вот все цены, как я и обещала. Такой получился мини-обзор и непонятный какой-то макияж. Настроение какое-то вообще, если честно, ленивое. Поэтому макияж какой-то такой непонятный. Но что есть, то есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мои соцсети. Не теряйте себя. До следующего видео. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok